МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня разыграем для вас интересные билеты. Смотрите внимательнее, и, быть может, вы станете тем счастливчиком, который первый ответит на наш каверзный вопрос. Что ж, поэзия, старинный литературный жанр. Еще не зная даже письменности, люди поняли, что если излагать свою речь именно в рифмах, именно в стихах, то как-то запоминается все легче, как-то интереснее, веселее живется. Вот как раз сегодня поговорим о поэзии, вообще о литературе. Я думаю, в год литературы говорить о литературе – это необходимо, это нужно, это логично. Присоединяйтесь к нам, если любите поэзию, если любите этот жанр, пожалуйста, быть может, вы сами пишете, быть может, вам что-нибудь зачитаете интересненько. 202-11-22, еще раз напоминаю, телефон нашего прямого эфира. Добро пожаловать к нам, будьте нашими гостями, пусть даже и немножечко заочно. Что ж, ну а я тем временем представляю наших гостей. Сегодня это творческие люди, по-другому быть не может, потому что универсальный формат знакомит вас с творчеством наших замечательных жителей, не только города, кстати. Итак, знакомьтесь, рядышком со мной расположился Владимир Михайлович Смирнов, президент общественного фонда «Надежда», издатель книг серии «Надежда», «Вера и любовь». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начну с диванчика, который напротив. Самая ближняя ко мне – это Светлана Кузяева, психолог, автор стихов и песен. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Ирина Воробьева, поэтесса, автор собственных песен. Я так понимаю, что вы к нам приехали тоже издалека, ну не совсем издалека, но все же, правильно? Нет, не Самара ваш город. Я приехала из Ульяновской области, Гортынзу, но с Самарой самая непосредственная, имею постоянную связь. Я здесь училась в Самарском государственном университете, работала в газете «Кубишский железнодорожник», и постоянно приезжаю на такие творческие встречи, которые устраивают. Вот, пожалуйста, это еще раз доказывает, что универсальный формат расширяет границы. Не только самарских гостей приглашаем, но и творческих людей из другой области. Ну и знакомый Евгений Радин, наш добрый друг нашей передачи, нашей программы. Добрый день. Наши телеканалы, здравствуйте. Тоже автор поэтических сборников, композитор, эстрадный певец, ну наслышанный. А вас, собственно говоря, думаю, наши телезрители тоже с вами знакомы. Что ж, я рада, что оказалась сегодня в таком творческом кругу. И хочется первый вопрос адресовать Владимиру Михайловичу. Что-то вы держите. Что такое, скажите, пожалуйста, в ваших руках? Вот в моих руках. Не только в руках. И передо мной это книги, которые собрали уже несколько сот талантливых поэтов. И Самарской земли, и Европы. И уже в этом году присоединилась Аргентина. То есть уже другие страны и континенты. Мы ежегодно издаем сборник, посвященный памяти талантливого человека, Смирнову Надежде Ивановне, нашей жены, мамы, бабушки. И представителю прекрасной педагогической династии. У нас более 600 лет педагогического стажа. И мы всегда наш новый сборник сопровождаем красивым классическим балом. И вот как раз наши участники сегодняшней передачи уже не однажды украшали наши балы. И не только своим пением, не только поэзией, но и в танцах украшали. И в этом году, конечно, год литературы мы будем завершать в Петербурге, в нашей столице культуры России. Это Владимирский дворец в октябре готов нас принимать, готов принимать всю Россию, готов принимать всю Европу. И мы туда приглашаем всех желающих, кто пожелает красивый литературный праздник и сердца России, и Самары. Год литературы, вот у вас спросить хочется, все-таки не зря назван. Действительно он был год литературы, но он еще продолжается. Ирина. Ну да, я как поэтесса, в общем-то, считаю, что вот тот год был год культуры. И вот сейчас как бы конкретизируется. Я считаю, что литература, это, ну так скажем, образно, это культурный жанр. В общем-то, потому что без культуры, без знаний, вот это общей культуры, я считаю, что поэтом, в общем-то, можно и не быть. Хотя вот я как раз тогда прочитаю стихотворение, я еще считаю, что поэт, он общественно значим. Вот такое стихотворение у меня есть, называется «Голос земли». Я ощущаю гул земли, устала, милая, от нас. Нет бы ее озеленить, снаряды рвутся каждый час. Излиться, матушка, земля, то наводнение, то цунами, пыхтит вулканами звеня. О, Господи, останови непонимание, о, люди, что же сделали вы, чтобы жили лучше сами. Давайте трудиться на благо земли и будем все ее друзьями. То есть вот значение литературы. Браво, Ирина. А мне хочется немножко добавить, что если раньше в нашей стране литераторы, писатели, поэты были, скажем так, глашатыми истины, то есть доносили до народа и отражали сквозь призму своего творчества какие-то проблемы, чаяния, желания народа, то, к сожалению, сейчас ситуация изменилась и глаз народа больше звучит в интернете. Поэтому мне очень приятно, что в год литературы проходят акции, подобные тем, как вот, например, на телеканале «Культура» популярные артисты, любимые сегодня массами людей, читают произведения российских, советских авторов, и тем самым все-таки молодняк, образное выражение поэта Никиты Джигурды, приобщается к истокам, к корням нашим, потому что Россия без литературы – это не Россия. Это не Россия, действительно. Что ж, ну, кроме стихов, сегодня у нас в передаче будут звучать и как раз песни, я так понимаю, двух этих замечательных женщин, которые невероятно талантливые, и я думаю, пришло время первой. Ирина, представляете? Ну, я прежде чем, значит, прозвучат песни, вот как раз хочу еще прочитать маленькое стихотворение, чтобы вы поняли, что как бы то, что затрагивается в поэзии и выплескивается затем музыку, вот такое идет. Когда в марте мы с Симоном Масиашвили, который приезжал на конкурс «Родная магистраль», Дворец культуры железнодорожников, он одну из песен моих прослушал, ну, он был там председателем жюри, вот, и как бы одобрил. Мне было так приятно, и я вот еще написала песню. То есть сегодня будет еще и премьера песни. Вот, а стихотворение так называется, которое я как бы… Даже две премьеры, Светлана подсказывает. Как бы стихотворение называется «Счастье», чтобы вы поняли, мои песни про счастье. Я хочу, чтобы все были счастливы, это такое стихотворение. Вот что такое счастье? Хорошо проснуться утром, Ощутить в мире ты не одна, Подвластно еще чувствам страстным. Не помеха нам года! Заряжусь твоей улыбкой, Лучистым взглядом обогреюсь. На струнах души, Как на скрипке твоей поиграю. Молодею! Вот вечная молодость, это счастье дает вечную молодость. Вы знаете, я всегда заряжаюсь позитивом Ирины Воробьевой, именно поэтому я сегодня с большим удовольствием исполняю не свою песню, а песню Ирины. Итак, премьера песни «Отпусти», а поможет мне замечательная артистка, певица, ведущая Инна Багдасарова. Да, мы просим, пожалуйста, Инну пройти к нам. Ну что ж, дорогие друзья, пока наши замечательные, талантливые люди настраиваются, вам напоминаю, что мы в прямом эфире можете звонить, задать свои вопросы нашим гостям, ну и, конечно же, совсем скоро разыграем для вас очень интересный подарок. Что ж, ну а пока слушаем творчество! С тобою встретились В разгар весны Так целомудрен и так нежны Какую страстною любовь была, Но перемены Жизнь привнесла Отпусти 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 И не рви сердце в груди Не встречайся мне на пути Не нужна Не нужна Отпусти 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 Рассказывайте Ну это книга Потому что здесь Именно портрет жены Который посвящен Этот проект А в этом году Сборник этого года Это у нас как раз Совет надежды Эта книга Действительно собрала Очень талантовых людей Я говорю в первую очередь Это Самара Это школьники Это среди студентов Мы делаем конкурс Конечно в первую очередь Молодым И чтобы украсить их И чтобы они Осознавали свою значимость Мы всегда приглашаем Уже людей Людей и опытных, значимых, людей из других стран, континентов. И поэтому вот первая книга, у нас, кстати, первый том начинался именно с поэта Инзы, откуда у нас Ирина. Там Дмитрий Азнобишин жил еще во времена Пушкина, и у нас первый том именно оттуда, оттуда пошла поэзия, вот такая тонкая поэзия, оттуда пошел. И этот сборник, вот я говорю, теперь уже собрал многих, и мы сейчас готовим новую редакцию этого сборника «Свет надежды», чтобы его еще раз презентовать уже в Петербурге, вот по Владимирскому. Куда войдут стихи, присутствующие здесь. И я хотел предложить, да, как раз вот наше сегодня. Вот автору сейчас было прекрасное исполнение, и я думаю, что это в новую редакцию войдут уже новые стихи, в том числе наши гости. Хорошо, хорошо. Вот такое творческое предложение вас разрождается. Да, 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 мы срадим. Что ж, ну я предлагаю еще раз порадовать творчеством. К нам, собственно говоря, сюда уже может приходить Григорий Лебедев, я так понимаю, что он как раз земляк, да, Ирины? Мало того, студент, который, ну, собственно говоря, ну немножечко расскажет о себе. Но прежде чем у нас Григорий готовится, хочу задать вопрос нашим телезрителям. Как и обещали, интересные подарки вас ожидают, а именно билеты на спектакль «Фэн-шуй» или руководство для любовницы моего мужа. Самарская площадь, 4 июля, совсем скоро хотите отправиться на этот замечательный спектакль. Веселая, кстати говоря, сама была. Надо ответить на вопрос, кто автор строк, живя согласно строгую моралью, я никому не сделал в жизни зла. Тючев, Некрасов, Пушкин, Либофет. 202.11.22. Если вы знаете литературу, если вы любите литературу, то, я думаю, справитесь с этим вопросом. Итак, а пока мы все-таки слушаем вас, Григорий. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала песню, а потом, собственно говоря, уже после немножечко о вашем творчестве. Договорились? Ну, запускаем. Лишь тебя увижу, Дух мой прямо в рай Рвется из тужи, Двери открывай. Ведь ты живой, Живой исток, Счастья, любви и добра. Он в душе, В душе твоей, И вот уже Любви река. Ведь ты живой, Живой исток, И вот уже Любви река. О нём плохо не говоришь, Хотя в душе таишь, Любовь в душе твоей, Сама о ней ты знаешь, Ведь ты живой, Живой исток, Счастья, любви и добра. Он в душе, В душе твоей, И вот уже Любви река. Ведь ты живой, Живой исток, И вот уже Любви река. И пусть журчат, И пусть журчат годы, И пусть журчат годы, Потухнет мне вода, Мы вместе любви река. Ведь ты живой, Живой исток, Счастья, любви и добра. Он в душе, В душе твоей, И вот уже Любви река. Ведь ты живой, Живой исток, И вот уже Любви река. Ты живой, Живой исток, Счастья, любви и добра. Он в душе, В душе твоей, И вот уже Любви река. Ведь ты живой, Живой исток, И вот уже Любви река. Примеры песни. Скажи, пожалуйста, где ты учусь. Я учусь сейчас в Самаре, В институте культуры. Ну, то есть творческий человек. Хотя я хотела как раз спросить, Насколько творческий, Насколько творческая личность? Себя определяешь? Ну, творческая. Точно, да. Песни, вокалы именно, да? А стихи, Быть может, когда-нибудь потом? Когда-нибудь может быть. Когда-нибудь может быть. Что ж, замечательно. А вообще, сколько на сцене уже? В твоем юном возрасте? Ого, вот так вот, пожалуйста. Видели как? Удивил. Да, он вот В минувшем году, Год назад, Участвовал в Еловске и Зоре, У нас конкурс авторской песни. Неплохо тоже там себя зарекомендовал. Вот эту песню еще как раз, если у нас время, мы еще подрепетируем, тоже он будет участвовать. И вот следующие гости тоже как раз будут Да, давайте мы Григория проводим. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания, Григорий. Я думаю, не прощаемся уж точно когда-нибудь, да где-нибудь наверняка увидим. Что ж, я хочу обратиться к Светлане. Она так скромненько у нас отмолчивается. Отмолчивается. Да, отмолчивается, действительно. Светлана, я так понимаю, что вас связывают родственные связи еще с Ириной. Да. Это, видимо, у нас семейная. Это как раз вопрос. Два юридные сестры, да. И, видимо, поэтому я писала стихи тоже с детства. Ну, тогда я считала, что это было... Было такое. Как, да, как... Ой, ладно, не серьезно. Все же пишут с детства, да. Я тоже так считала. А вот уже более взрослым возрасте я поняла, что начали идти не просто стихи, начали идти песни. То есть уже с музыкой. Некоторые, конечно, идут сначала стихи, потом музыка. А как же музыка? Как же вы придумываете? С кем-то сотрудничать, с композиторами? Очень интересно происходит. Происходит вот просто само собой. Иногда как будто оно идет сверху. То есть сами там напеваете, да, даже кому-то? Да. Если идет сначала музыка, а потом стихи, значит, вот ощущение, что идет сверху, и потом идет стихи. Иногда идут просто стихи, и все. То есть вот тогда иногда... Вот, кстати, один из таких стихов, вернее, песню к таким стихам вот сегодня вот исполнит у нас Евгений Измайлов. вот как раз... Вот, и как раз я не думала даже о том, что это будет когда-нибудь песней. Я просто показала. Говорит, вот это я бы хотела сделать песней. Ух ты! Но мы сейчас узнаем еще его мнение, но пока у нас есть звонок от нашего телезрителя, который хочет пойти у нас на спектакль Фэн-шуй. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Тамара. Тамара, очень приятно. Какой у вас нежный, интересный голос. Ну, отвечайте нам. Кто же автор строк, живя согласно строгой моралью, я никогда не сделал в жизни зла? Конечно, давайте. Тючев, Тючев, Некрасов, Пушкин, либо Фетт. Мне кажется, это Некрасов. Это Некрасов. Слушайте, ну вам абсолютно верно кажется. Действительно, есть такое произведение «Нравственный человек» у Некрасова в 1847 году было написано. И вот, собственно говоря, из этого произведения эти замечательные строки. Я вас поздравляю. Кстати говоря, мне кажется, эти строки могут стать неким таким девизом жизненным. Не делая жизни зла и живя согласно собственной моралью. Что ж, ну а мы тем временем приглашаем к нам Евгения Измайла. Он уже нам немножечко надоигрывает свою музыку. Ну и который нам расскажет же, расскажет нам, как родилась эта песня. Дорогие друзья, очень рад присутствовать в этом зале и быть в этой передаче. Вообще, сегодня начинается Грушинский фестиваль, как вы понимаете. А бардовская песня это всегда поэзия. И если в песне звучит стих, то это бардовская песня. А если преобладает музыка, то это другая песня. Но я могу сказать, что эта песня, которую сейчас услышите, она рождалась в муках, поскольку Светлана мне дала вариант, который я сначала отвергал, потом я его стал изменять, где-то 25% текста я изменил, поэтому я, когда провожу концерты, я говорю, вы знаете, я в содружестве слова все-таки написал со Светланой Кузяевой, вот Евгений Резин не даст соврать, мы, как авторы рубрики «Здоровье по нотам», поскольку я доктор медицинских наук, хирург, бард, поэт, вот неоднократно мы эту песню исполняли в концертах, и всем она достаточно приглянулась, я бы сказал так. Более того, с этой песней я стал лауреатом Юловского фестиваля в 1913 году, и горжусь этим, на всех концертах я говорю, я не лауреат Грушинского фестиваля, но я лауреат фестиваля Юловские зори. Отлично! Ну, это уже другой вопрос. В субботу вот будет проходить очередной как раз конкурс. Ну что ж, давайте радуем. Вновь осень наступает, пришла пора прощаться, прекрасно было лето, я не могу остаться. Листву срывает ветер, она летит, кружится, и наступает вечер, а осень в дверь стучится. Смотрю, как пали листья под натиском природы, и понимаю близко приход зимы холодный. Ты не проси вернуться, ведь это невозможно, деревья ветром гнутся, а на душе тревожно. Прими течение жизни, отдайся безучастно, река времен подвижна, и снова будет счастье. Прими течение жизни, отдайся безучастно, река времен подвижна, и вновь наступит счастье. Скажи, как все случилось, как в жизни все бывает, любовь проходит быстро и вовсе умирает. Изменчивость погоды как бы стратичной страсти, а на закон природы влиять не в нашей власти. Зима сменяет осень, потом весна настанет, и то, что было болью, быть болью перестанет. А лето вновь подарит дыхание нежной страсти, тогда пара настанет, пара любовной власти. Прими течение жизни, отдайся безучастно, река времен подвижна и снова будет счастье. Прими течение жизни, отдайся безучастно, река времен подвижна и вновь наступит счастье. Спасибо большое. Такая минутка хорошей, легкой грусти у нас сегодня была в эфире. Сохотелось сразу на грушевский фестиваль. Я любитель, на самом деле, этого фестиваля. И прям я уже думаю, что вот в пятницу запакую вещи и поеду. Спасибо большое, что заставили вспомнить такие... Можно относиться к творению? Конечно, конечно. Дело все в том, что вот мне всегда говорят, вы кто? хирург, ученый, бард. Я говорю, вы знаете, я беру гитару, я музыкант. Я беру скальпель, я хирург. Но вот я подготовил уже к изданию, наверное, в этом году выйдет все-таки сборник моих стихов. У меня где-то около 45 стихотворений и 80 своих авторских песен. И одно из стихотворений позвольте вам прочитать, поскольку сегодня творческая встреча, конечно. все они таланты, все они поэты. В любой компании как бы внезапно вдруг тихонько возникает фраза «Он хирург». И завертелось все о ранах и свищах, о геморрое, венах и мощах, о том, что все болезни, все вокруг известно лишь ему. Ведь он хирург. Я вам скажу, печальные занятия хирургом быть в компании такой. За столик кончилось. Одно воспоминание. Хирургу ремесло, а не покой. Спасибо большое за столь теперь позитивную нотку, позитивную минутку в нашей передаче. Конечно. Спасибо большое. Итак, ну что ж, пока мы провожаем нашего творческого гостя, я хочу задать вопрос нашим зрителям. Итак, разыгрываем мы сертификат на один час игры в боулинг. И вопрос мой, опять же, связан с литературой, опять же, связан с поэзией. Кто автор строк? Где же лучше? Где нас нет? Державин, Лермонтов, Пушкин, либо Грибоедов, 202-11-22. Звоните, но я думаю, с этим заданием вы уж точно справитесь. Очень известно. И прекрасное произведение, я лично его очень люблю. Это произведение, откуда взяты эти строчки. Что ж, хочу к вам обратиться. Ну, многое сегодня было сказано, многое было творчества, да, у нас в передаче. Еще есть, я так понимаю, да, песня. Как раз новая. Ну, она еще никуда не звучала, то есть, ее только вот первый раз будут исполнять. Я еще сама ее не слышала. Да, ну, давайте тогда услышим сейчас сразу, а потом под финал, собственно говоря, подведем небольшой итог нашей сегодняшней встречи. Договорились? Или вы, Евгений, что-то хочешь сказать у нас? Я хотел сказать, что, может быть, это на десерт оставить. На десерт оставить? Я понимаю, но просто у нас уже время десерта. Уже десерт. Да, поэтому я приглашаю к нам сюда Наталью Звездопад, ведущей мероприятий, организатор проекта «Самарский звездопад», ну и просто творческую, замечательную девушку, которая нас порадует своей песней, я имею в виду, Светланы, правильно? Да. Как называется, Светлана? Представляете? Песня. Волшебство, подскажу вам. Автор волнуется. Автор волнуется, конечно, премьера. Итак, премьера песни, эксклюзив на телеканале «Самаргиз». А премьера, это всегда очень волнительно. Волшебство любви Раскрывает суть Мироздания, Жизнь, Совершенство, Путь Красотой мечты Глубиной души Капелькой росы Счастьем удивит Сладкий поцелуй Дарит мне волна, Сердце разожжет Жаркий пыл огня. Солнышко, восход Озарит меня Шею и лицо Лаской одаря. Нежность рук твоих Обпеваясь там Словно облака Наводя дурман Шелестом травы Слышу голос твой Ручейком журчит Тихий разговор Я тебя люблю Мир мой неземной Обними меня Крепче дорогой Сладость губ твоих Словно карамель Таит на устах Каждый новый день Твои очи горят Как два лучика солнца В мою душу вливает Тепло сквозь оконца Как ранимая лань Трепещит мое сердце И прекрасный цветок Раскрывает ей дверцы Лепестками любви Распускается роза И ее красота Не боится мороза Потому что не может Резная снежинка Охладить ее пыл Превращаясь в слезинку Браво! Слушайте, ну мне кажется С премьерой, во-первых Премьера прошла замечательно Да Просто так вот Бальзам на душу Захотелось прямо потанцевать Потанцевать К сожалению, размеры нашей студии Не позволяют это сделать А так бы, мне кажется Мы действительно все Пустились бы в пляс Итак, напоминаю вам Что у нас Что у нас Во Владимирском дворце Потанцуем в Петербурге Обязательно Что ж, у нас есть вопрос На наши телезрители Кто автор строк Где же лучше Где нас нет 202-11-22 Сертификат на 1 час Игры боулинг Разыгрываем мы для вас Поэтому звоните Не стесняйтесь Опередите своего соперника Который уже хочет набрать наш номер Итак У нас есть легкая несказанность Я так понимаю Что еще у нас есть Творческий подарок От Ирины Правильно? Ирина всегда готова Ирина всегда готова На творческие подарки И на сюрпризы Если сейчас лето То хотелось бы Такое вот стихотворение Прочитать Многие на юг Оно и было написано На юге В Геленджике Вот в память об этом Прочитать такое стихотворение Называется Аквамарин в душе Пока вы готовитесь У нас есть звонок Давайте, чтобы не прерывать вас Здравствуйте Как вас зовут Уважаемый телезритель? Меня зовут Настя Настя, очень приятно Скажите, пожалуйста Кто же автор строк Где же лучше Где нас нет? Грибоедов Грибоедов А какое произведение Знаете? Это горе от ума Горе от ума Действительно Где же лучше Чацкий Где нас нет? Вот так вот Звучат эти строчки Я вас поздравляю Два билета Точнее сертификат На один час игры в боулинг Веселой компании Пожалуйста, собирайте И отправляйте Я думаю, замечательный подарок На летнее время Что ж Ирина Слушаем вас Итак Аквамарин в душе Аквамарин Пронзает душу Чистотою Красотой Замерла Прибой послушать Мироздание С тобой В непогоду Серые полоски Настроение не испортят вам Наши это Жизнь отголоски Ни один же праздник там Приласкает Волнами моря Порадует Мельканьем Парусов И Глядишь В душе Спокойней Человек уж Счастлив Вновь Природа Дарит там тоже Вдохновение И счастье Однозначно Спасибо большое Но сегодня была Очень насыщенная передача Были и премьеры песни Были и просто Творческие подарки И презентация Сборника Да, я так понимаю Который Я вас поздравляю То, что он действительно вышел Что он действительно состоялся И что серия продолжается Это мне кажется Для вас Ну Праздник В любом случае Это уникальный праздник Нам присоединяются Вот я хотел сказать Уже Международные ассоциации Вот как раз Ассоциация полицейских В 60 странах Которые представлены Они уже Своё творчество Тоже готовы представить В нашем сборнике И в Петербурге состоится Как раз презентация Их картин Вот уже Профессиональных картин Они Маринке Недавно представляли Как раз Свои картины И сейчас договорились Что во Владимирском дворце Они выставят тоже свою коллекцию Вот такие творческие встречи Как сегодня Спасибо вам Вот такие творческие встречи Новое творчество Новые интересные идеи И вдохновение И большое спасибо Владимиру Халычу Таким людям Как наш уважаемый Товарищ Смирнов Как мы его называем Господи Для нас В Индии Это он всем товарищ И что такие люди есть И они Как бы Из глубинок Ну вот В такие книги известные Авторов Печатают И они потом уже Как бы Свою собственную жизнь Зажигают таланты Спасибо вам большое Скажем так Что ж Ну есть некая недосказанность Но я думаю То что в поэзии Она всегда присутствует Не может стоять точки В литературе Должно быть троеточие Поэтому Некая недосказанность Но мне кажется Она только лишь Делает такую небольшую интригу Спасибо вам большое Что были у нас сегодня в студии Спасибо вам Спасибо что нас смотрели Всего хорошего Пока-пока Спасибо 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 Спасибо